Разъехались и кольца сняли. В сети обсуждают развод Собчак и Богомолова. Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак и ее молодого мужа Константина Богомолова продолжает волновать общественность. По мнению пользователей сети, супруги уже развелись, несмотря на то, что после свадьбы прошло всего несколько недель, передает российский ресурс Утро.ру. Пишут, что Собчак с Богомоловым разводятся, что измена. Уже разъехались и кольца сняли. Какая интересная у людей жизнь. А тут сидишь в Ростове в гостинице в номере, стилизированном под американский лофт, пишешь иск, ешь из чайника сосиски. Ничего заменимательного. Пишет в Твиттер пользователь из Даграма Волк. Комментаторы с удовольствием поддержали ситуационную, но не подтвержденную официальную тему. Там по определению не может быть развода. Самка Богомола отпусывает сынцу молоку, заявляет Боралекс. Лучше нормально жить и работать, даже иногда с сосисками из чайника, чем постоянно что-то из себя изображать. Возмущается другой пользователь сети. Напомню, что Константин Собча Богомолов и Ксения Собчак поженились 13 сентября 2019 года. Их свадьба была признана одним из самых эпатажных торжеств в отечественном шоу-бизнесе. Как ранее сообщали факты, эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвала бурю негодования у верующих. В частности, эротический танец невесты под песню Аллегровой «Войди в меня». Нарушением церковных законов считают и венчание пары, ведь и Ксения, и Константин ранее были в браке. За эпатажные выходки Собчак может грозить суд. Национально-консервативное движение России подало в Гринпрокуратуру РФ заявление, в котором обвиняют Ксению в оскорблении чувств верующих. Активисты считают, что своим танцем и сексуальным нарядом Ксения была в черном боди, она нагло и безответственно попирала христианские ценности в целом и регулиозные символы в частности. Развод Собчак и Богомолова. Звезду застали с Робби Уильямсом за кулисами. Какой же он офигенный! 37-летняя российская шоу-вумен Ксения Собчак пробралась за кулисы к 45-летнему красавцу-певцу Робби Уильямсу. Ксения поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Как сообщает Политека, она явно в восторге от Уильямса, чему служат подтверждением ее слова с Робби за кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер! Подписала она фото. Раньше сообщалась о слухах о разводе Собчак с российским режиссером Константином Богомолова. Не успела порасписаться, как спустя недель несколько уже поползли слухи, что они разошлись. Тем не менее, в сети тут же начали обсуждать смену души Собчак, смогуя все подробности и домыслы. Пишут, что Собчак с Богомолом разводится, что измена, что разъехались и сняли кольца. Разводиться тоже на катафалке поедут? В мусоровозе, непосредственно внутри, в мешках. Главное, что все живы и здоровы, все остальное суета. Кто из них умирает? Вроде говорили, пока смерть не разлучит нас. Пишут, что Собчак с Богомолом и разошлись. По комнатам, по конюшням. Не потянул, а женихи еще остались. Кому из севы мерен жених? Смеются в комментариях. Тем временем, наряду с этой информацией, также до сих пор в сети обсуждают эпатажную свадьбу Ксении из Катанстина Константина с Катафалком и, возможно, и беременность Собчак. Ранее Ксюша засветилась в топе самых ужасных макияжей российских знаменитостей. Отмечалась, и хоть она может себе позволить услуги лучших мастеров страны по визажу и стилю, но все же иногда, возможно, из-за нехватки времени наносит макияж сама. И почти всегда неудачно. Ксения использует слишком большое количество тонального крема и совсем неумело подводит глаза карандашом. Ксения Собчак решила развестись с молодым супругом, свадьбу с которым они сыграли совсем недавно. Известно, что они сейчас живут по разным домам и не видятся друг с другом. Официально супруги по поводу расставания пока не выступали с заявлением. Но это не мешает участникам соцсетей вовсю обсуждать личность Ксении Собчак и Константина Богомолова. Одной из причин якобы была измена. Правда, источники не говорят, с чьей стороны – ведущий или режиссера. Пользователь соцсетей не же уверен, что это бьет ради популярности и денег. Напомню, что ранее в сети показали семью с Ксенией Собчак, которую она скрывает. Отец Ксении Собчак, Анатолий Собчак, был женат дважды. О его первом браке и последствии очень мало. Но стало известно, что в этом браке родилась девочка – Мария Собчак. Ксения Собчак прибыла на церемонии вручения и наград ТАФИ 2019 сын мужем, режиссером Константином Богомоловым. Как сообщает Политека, общее фото на своей странице в Инстаграм опубликовала сама Ксения Собчак. После ТАФИ со смешанными чувствами. Диалог на лестнице с Константином Богомолом. Но у вас на золотой маске тоже так себе не с объективностью. Но нет, не сравнивай, у вас в индустрии все-таки сильно похуже. У вас беспросовестный Норкин во всех номинациях. А все хорошие хотят быть миниэр. «Обожаю», – отметила она в сети. Фаные ведущие и гости мероприятия обратили внимание, что пара продумала свои образы. Муж и жена вышли на красную дорожку в почти одинаковых черных костюмах. Наряд с супругом наполнен стиль их необычной свадебной церемонии. Эпатажная Ксюша – эпатажная во всем. И выборе даты свадьбы, пятница, тринадцатая, и выборе транспортного средства в виде черного катафалка с кровавой надписью, пока смерть не разлучит нас. А также выборе мужа, который носит прическу злого гения. Поклонники Собчак высказались по поводу прически его мужа. Ксения элегантой просто цветет и пахнет, а партнер – как злой гений. Красавица и чудовище. Блин, чё он такой страшный? Его как будто током ударило. Причесон у него отпад. Ой, кошмар. Что у него на голове? Вечно гнездо какое-то. Может, посоветовать хорошего парикмахера? Какие страшненькие. Сильно, но мрачно. Раскритиковали супругов в инстаграме. Отметим, что у него Собчак и Богомолова на церемонии также прибыли Федор Бондарчук, Регина Тодоренко, Яна Коплавская, Елена Апокаминская, Юлия Бородовская, Малина Храбец и многие другие российские звезды. Напомню, что в сети показали семью, что мы с ним с Собчаком, что мы уже знаем. Мы знаем, что в этом году была с девочкой Мария Собчаком. Потом у Анатолия случилась вторая любовь. Избранницей стала Людмила Нарусова. Она же мать Синей Собчак. Мария старше Ксюшина 16 лет. Все сестра никогда не общались и не общаются до сих пор. Интересно, что вторая жена Собчака, Людмила Нарусова, запретила ему общение с первой дочерью. А Мария Собчак, вероятно, осталась обижена на всю жизнь. Она не хочет общаться со своей младшей сестрой, заявляя, что та опозорит имя отца. Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде в семье доцента юридического факультета Ленинградского государственного университета Анатолия Александровича Собчака и преподавателя истории Людмилы Борисовны Нарусовой. По отцовской линии Ксения имеет польские, чешские, русские и украинские корни, по материнской, русские и еврейские. Как утверждала Людмила Нарусова в интервью «Коммерсант» в 1993 году, Собчак была крещена. Ее крестным отцом стал отец Гурий, служивший Александра Невской в лавре. Окрестной матерью университетская подруга Нарусовой по имени Наталья. Отец хотел, чтобы Собчак поступила на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Но та из «Чувства противоречия» выбрала в 1998 году факультет международных отношений. В 2001 году после смерти отца Собчак переехала в Москву и перевелась на факультет международных отношений МГИВО. В 2002 году она получила степень бакалавра по международным отношениям, а в 2004-м в степень магистра на факультете политологии МГИВО и начать ее научную работу от Института Президентства в России и Франции. Продолжение следует...